Ну, примерно таким был мир перед Первой мировой войной, поэтому я не считаю, что это связано с технологиями напрямую. Технология коммуникации современной тоже, конечно, влияет на доступность для людей прямого общения, прямого диалога. Ну, я полагаю, что это же вопрос не технический, а политический. И границы проводятся не столько народами, сколько политиками, элитами, которые пытаются от имени народа держать контрольные пакеты так называемых наций или так называемых государств. Вот вести переговоры там друг с другом от имени народов, подчеркивая собственную значимость и раздувая щеки. Ну, это, собственно, нормально. Воля к власти всегда будет у какой-то группы людей, всегда какая-то группа людей будет изыскивать брендирование для объяснения своей власти или своего стремления к власти. Поэтому мне кажется, что, конечно, мы всегда будем стремиться к свободному перемещению по миру. В достаточной мере это свободное перемещение уже существует. Проблема только в чудовищной разнице социальной между Западом и незападом. Собственно говоря, никто не мешает людям из Америки летать во Францию. Для этого, по-моему, даже виза особо не нужна. А вот, допустим, из Бангладеш во Францию уже перемещение не такое свободное, как вы сами понимаете. Пока в этом надземном шаре будет социальное неравенство, оно искусственно поддерживается Западом. Пока страны периферии будут мастерскими, куда Запад выносит свое производство и на чем он зарабатывает деньги за счет дешевого труда, который там применяется массово, я думаю, человечество не будет единым и не будет свободным. Если, конечно, не считать по человечеству, только таких продвинутых middle class people из стран Запада.